3 июля в Большом зале администрации района депутаты представителей районной администрации, главы сельских поселений, руководители учреждений и организаций района вновь собрались на седьмое заседание совета. Далее тем продолжит наш корреспондент. На повестку дня седьмого заседания совета было вынесено 7 вопросов. С докладом о внесении изменений в бюджет района выступил заместитель начальника финансового управления Наталья Светлакова. В первой части своего доклада она отметила об увеличении штрафных санкций, добавление дополнительных кодов для доходов в бюджет муниципального района. Во второй части своего доклада она подробно рассказала об использовании районного бюджета в первом полугодии. Второй вопрос в повестке дня касался утверждения регламента Совета муниципального района. В связи с большим количеством изменений и дополнением нового рекламного совета рекомендуется принять не путем внесения изменений в действующей рекламе, а в новой редакции. Но я напомню, что предыдущий рекламный у нас был предъявлен, который существовал с 2006 года, и необходимо принять новую редакцию. Но по-другому я в случае принципиально важные изменения по пунктам. Первое. Избране председательного совета. В действующей редакции в случае, если один из моих кандидатов на должность председателя Совета не набрал более половины голосов от установленной численности депутата Совета, повторно проводится процедура голосования с движением нового кандидата. Предлагаем редакции депутат, который не прошел в первом туре, имеет право выбернуть свою кандидатуру во втором туре. Второе. Первое заседание Совета созывается на 30-й день со дня избрана Совета в полномочном составе. Но уже редакция. Первое заседание Совета в соответствии с судам созывается в срок не в окружающих достигнений. С отчетом о деятельности межмуниципального отдела МВД России Хайбуллинский за 2012 год ознакомил присутствующих начальник полиции Ирик Рамазанов. О подтверждении структуры администрации муниципального района и утверждении дополнительной штатной единицы заместитель главы администрации по инвестиционной политике рассказала начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы Галина Мухаммедова. По итогу поездки президента Республики Машкортостан в Хайбуллинский район заместителем и руководителя администрации президента Республики Машкортостан и многим делом было проведено совещание по вопросу укрепления кадров в районе, по итогу которого было выработано предложение о целесообразности введения сроком до 5 лет штатная специальная администрация дополнительная единица заместительной главы с возложением на него обязанностей по сопровождению и реализации в районе различных государственных программ. Далее депутаты заслушали вопросы о подтверждении порядка передачи в органы местного самоуправления подарков, полученных муниципальными служащими во время официальных мероприятий. Депутаты предложили передать презент в муниципальные утверждения, такие как детские сады и школы. Шестым вопросом стало утверждение соглашения о взаимодействии Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Машкортостан по Хайбуллинскому району с администрацией района по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом. О состоянии и перспективах развития их музейного дела в Хайбуллинском районе ознакомила начальник отдела культуры Лариса Мамбетова. В завершении глава администрации района Раили Ибрагимов проинформировал депутатский корпус о мероприятиях, проводимых в районе. В целом, по всем всеми обсуждавшимся вопросам принято соответствующее решение. Гузель Рашитова, Гульназий Ибрагимов, Зуфар Алибаев, Айнур Рахметов, Служба новостей. Второй этап республиканского экологического автопробега «Защитим землю и воду для потомков» проведена в среду, 3 июля. Ахайбуллинский район стал очередным звеном экологической акции. Организаторами республиканской акции является Союз женщин Башкортостана. Автопробег приурочен к году охраны окружающей среды и посвящен первому учредительному съезду Общероссийского народного фронта. Более подробный материал Гульфии Аскаровой. Позади несколько сотен километров. Данная акция проводится впервые в нашей республике. Начальной точкой эстафеты стал Белорецкий район. Более 20 участниц, представитель из прекрасного пола, сотрудниц муниципальных учреждений, высадились экологическим десантом на границе Зилаирского и Хайбуллинского района, где их встречала делегация женсовета во главе с заместителем главы администрации района по социальным вопросам Минзалёй Баймурзиной. У нас тоже разработан проект, было издано распоряжение, там шесть акций, среди шести акций есть акция благоустройства. Поэтому все мы подключились в эту акцию, все общественные организации, и женсовет, и собор русских, ветераны, дети, молодая гвардия, молодежный парламент. И по этому направлению у нас идет планомерная работа. С Годом экологии у нас, вы сами знаете, в Хайбуллинском районе есть четыре предприятия. Они сами с нами работают по этим акциям. Ведется планомерная работа по сохранению природы. У нас идет сотрудничество. Сегодня мы собрали всех представителей женсоветов сельских поселений. Они представители женсоветов, вот тут присутствуют. И наравне с этой акцией мы хотим посмотреть, как у нас в других районах соседи осуществуют вот эту акцию. И поэтому после наших визитов, после наших встреч, я думаю, они, представители женсоветов, на местах еще активизируют свою работу. После торжественной встречи все участники акции разделились на два фронта. Кто-то озеленел клумбу цветами, остальные же облагораживали беседку. Сегодня мы собрали мероприятие. 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 Это не закончилось. Передавать эстафету они отправили в Зианчуринский район. Встреча прошла в живописном уголке Зианчуринского района, который напрямую символизировал данную акцию. Встреча проходила в очень теплой, дружелюбной обстановке. Мы собрали мероприятие. А первый день ночью в таком году действительно obra чемпионеры мы собрали мероприятие, бесплатные изменения толсты! И мы собрали мероприятия. Никто есть ученики, что вы규� programmersgang скрывать 벌ем primer — которое использовали оружие изoustизируются в подробнозе explaining находит в Jingle-, но кто может осмотреть всё? В состав делегации под руководством председателя Совета Женщин Хайбульнского района вошли представители общественных организаций, женщины-руководители, работники здравоохранения, образования и культуры. От имени хайбульцев символ эстафеты акции был передан Диан Чуринцем, председателем Женсовета Хайбульнского района, начальником районного отдела культуры Ларисой Мамбетовой. Наша главная задача сегодня – это пропаганда охраны природы среди населения нашей республики и особенность среди наших детей, отметила она. Субтитры создавал DimaTorzok Организаторы выразили надежду, что данная акция войдет в добрую традицию и пройдет еще не раз. Гульфи Аскаров, Федорит Белалов, Зуфар Алибаев, Айнур Ахметов. Служба новостей. Всем известно, что недавно для выпускников нашего района закончилось самое сложное испытание – сдача единого государственного экзамена. Узнать, как прошло ЕГЭ у нас в районе, мы пообщались с главным инспектором районного отдела образования Фарзаной Акускаровой. ЕГЭ – это стресс не только для учеников и родителей, но и прежде всего для учителей, беспокоящихся о будущем своего выпускника. В этом году изъявили желание сдавать единый государственный экзамен 302 участника. Из них – 246 выпускников текущего года и 56 выпускников прошлых лет, в том числе студенты Акерского горного колледжа и ПУ-110. Выпускные экзамены проходили на базе двух школ села Акер. Экзамены прошли успешно. На сегодняшний день успешно завершены все экзамены. 277 участников ЕГЭ получили свидетельства о результатах ЕГЭ, с помощью которых они смогут поступить в ВУЗы. В целом, результаты как выпускников 11 классов, так и выпускников прошлых лет в этом году лучше по сравнению с прошлым годом. Если у нас в прошлом году также были лучше, чем в 2011 году, в этом году также идет положительная динамика. Нужно отметить, что по математике у нас на уровне прошлого года средний балл, по литературе и информатике чуть ниже, а по остальным восьми предметам выше, чем в прошлом году. Это хороший результат. Нужно сказать, что увеличилось количество выпускников, набравших 70 и более баллов. Это уже дает возможность, уверенность, что поступят в ВУЗы. В том числе стало больше выпускников, которые набрали высокие баллы, то есть 80 и более. Увеличилось на 20 результатов. Тоже хороший результат. Хороший показатель. Да, сложно. Перед ЕГЭ очень волновалась. Страшно было. Ну, идешь как бы, не знаешь, на какие задания тебе попадутся. Но потом, когда открываешь пакет с заданиями и видишь все знакомое, то, что прорешивали в школе, как камень с души. Ну, понимаешь то, что решить все реально самому. И вот тогда было облегчение. По словам Фарзаны Дамировны, основная масса медалистов набрала более 80 баллов, что очень отрадно. Сейчас выпускники уже абитуриенты получают свои сертификаты и готовятся вступить в новую, еще незнакомую для них взрослую жизнь. 3 июля в стенах районного Дома культуры проходило участвование по поводу 80-летнего юбилея Айдара Сайфуловича Кудабаева. Поздравить юбиляры пришли не только родственники и друзья, но и представители администрации района. Далее тем продолжит наш корреспондент. Не каждый человек в своей жизни может найти свое истинное призвание. Но Айдар Сайфулович нашел его. Он стал учителем с большой буквы. Всю жизнь он посвятил преподаванию военного дела в Акерской средней школе номер один. До ухода на пенсию обогащал знаниями студентов профессионального училища номер 110. За время трудовой деятельности юбиляр заслужил уважение своих учеников, студентов, коллег и друзей. На юбилейную встречу пришли начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы Галина Мухаммедова, председатель совета ветеранов Хайбуринского района Роза Аллагулова, а также представители коллектива профессионального училища 110. Уважаемый Айдар Сайфулович, примите от администрации муниципального района Хайбуринский район и от главы администрации лично самые теплые и сердечные поздравления по случаю знаменательной юбилейной даты в вашей жизни – 80-летие со дня рождения. Выражаем вам огромную благодарность и сердечную признательность за многолетнюю и плодотворную работу в системе образования района, за ваш неустанный добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Сделав однажды свой выбор в пользу педагогической профессии, вы относились с большой ответственностью, возложив все свои силы и души любимому делу. Особое место в жизни Айдара Сайфуловича занимает народный театр. Как он отмечает, театр его моральной терапии, где можно отдохнуть душой. Благодаря своему таланту играл с профессиональными актерами, услышал свой адрес много теплых слов. Любимая роль в творческой карьере Яшлика Кайту, признается Айдар Сайфулович. Также принимал активное участие не только в жизни театра, но и в культурной жизни района. Как признается Галия Муртазина, режиссер народного театра, Айдар Сайфулович является примером для подрастающего поколения. Я не ожидал такой большой почести. Большое спасибо. Я доволен своими режиссерами, доволен своими партнершами-партнерами. Благодаря их труду я в какой-то степени создавал образы, в какой-то степени добился. У меня это поклонники создали, свои зрители. Но по мере возможности буду помогать. Большое спасибо вам. И мы в свою очередь пожелаем Айдару Сайфуловичу крепкого здоровья, бодрости, духа, семейного благополучия и, конечно же, побольше новых ролей. Гульфия Аскарова, Айнур Ахметов, Зуфар Алибаев, Ильнур Крымгужин. Служба новостей. На этом наши выпускные новости заканчиваются. Я с вами прощаюсь. Приятного вечера и хорошего выходных. До свидания.